В этом видеоролике я покажу вам целую кучу полезных ссылок, сайтов, которые упростят вам жизнь коллекционера, жизнь торговца, жизнь охотника за головами, выполнение ежедневных дейликов и также покажу еще несколько хитростей, которые реально упрощают жизнь. А это самые-самые сочные подборки вот на конец ноября. Всем привет, с вами Готика и с вами Сократ. Не пожалей царского лайка, подпишись на канал, подпишись на группу, следи за новостями, все ссылки в описании. Первое, что хотелось бы сказать, это небольшое обновление к моему предыдущему ролику по поводу выключения АИМа. Когда некоторые игроки столкнулись с такой проблемой, что когда они заходят в управление контроллер и видят режим захвата цели, свободный прицел, у них вот эти режимы горят черным и они не могут ничего изменить. Это потому, что вы находитесь конкретно уже в сессии. Для того, чтобы это изменить, вам надо выйти в главное меню, вот в сюжет зайти, далее подожди, когда кнопка настройки станет яркой, нажимаете на настройки и уже здесь вы сможете поменять на свободный прицел. Таким образом, смотрите ролик предыдущий, для чего это надо. Еще одна дополнительная полезная фича, очень кайфовая, находится в клавиатуре мыши, сюда заходим и помощь при нажатии позволяет упростить динамичные сцены, где необходимо быстро нажимать кнопки или заменить нажатие на удержание кнопки. Это используется в игре для действия, которые надо быстро выполнить. То есть, это нужно для того, чтобы когда вас схватили, вам не надо было тыкать F, поймали вас в лосо или еще куда-то. Здесь мы меняем на настройку удерживать и нам достаточно будет просто зажать F по умолчанию и таким образом получается, что нам не надо тыкать кнопку. Но для эффекта, большего эффекта, лучше все равно потыкать и так это работает силенее в игре тот, у кого больше выносливости. Значит, что касается настроек в игре, с вами обсудили, перейдем к полезным сайтам. В нашем дискорде постоянно пополняются ссылки на какие-то полезные вещи. И первая ссылка это карта на события для выполнения ежедневных дейликов. Логово банды, где находятся засады, сопровождение человека, спасение человека и защита лагеря. Как вы видите, все можно посмотреть, где что находится. Время спауна, к сожалению, не указано. Но тем не менее, очень информативная карта, если вы выполняете ежедневные дейлики, вам, предположим, надо зачистить логово или спасти человека, которого напали бандиты. Вы, соответственно, прыгаете и смотрите. Вот, допустим, здесь у нас сейчас происходят эти события, прошлись по этим точкам и выполнили ежедневный дейлик. Следующее, это расположение всех растений, где они рисуются и появляются. В ежедневных дейликах очень много нужно собирать растений. Ежедневно 5 штук абсолютно разных. И плюс растения нужны для крафта тоников, крафта ядовитых стрел. Допустим, олеандр тот же самый. И если вам тяжело выучить расположение всех растений, безусловно, этот сайт будет вам полезен. Все ссылки на все эти сайты будут в описании к ролику. Плюс ко всему, в нашем Дискорде полезном это всегда есть. Заходите к нам в Дискорд. Дальше, это расположение всех животных. Также для ежедневных дейликов требуются тушки, или убить, или освежевать маленького, или приготовить какую-то птичку с какими-то приправами и так далее. Все непосредственно здесь есть на этом сайте. Расположение всех точек, точек респауна, и найти уже будет не проблема. Если кто-то пытается оформить у торговца, сделать большой караван и забить его тушами, то лучше всего это подойдут непосредственно олени. И, как пример, сейчас, вот просто для примера. Так, кролики и еноты. Вот олени. Вот точки респауна оленей. И, соответственно, мы понимаем, что в пустыне нам делать нечего. Дофига точек рядом с Сен-Дени. Сверху, с запада и... С востока, точнее, или с запада. Ну, в общем, слева от Сен-Дени и сверху от Сен-Дени обитают наши олени. Следующая карта. Ну, ее все знают. Это карта коллекционера с расположением всего. В том числе с расположением на данный момент Мадам Назар. На русском все как есть. Можно выключить ненужные вам предметы. И, предположим, пробежаться чисто по самым топовым и значимым. Карты меняются ежедневно в зависимости от цикла. Следующий сайт. Это карта способностей для изучения. Что как требуется по прокачке и так далее, так далее. Уровень, опыт и все, что с этим связано непосредственно. Выстроить свой билд по поводу билдов. Для командной игры, не для соло-игры, а для командной. Что кому нужно для прикрытия и так далее. Это ролики будут у меня позже. И, наконец, наш последний сайт. Это расписание всех событий свободного режима. Меня часто спрашивают, откуда я знаю вас, сколько начинается торговый путь. Так вот, торговый путь в ближайшем будет 22.52, как я уже говорил. То есть, это через час, собственно, реального времени. Здесь ролевые события, которые бывают. То есть, облава это поймать преступника. Яйцо кондора это 1000 баксов и так далее, так далее. И общие события в свободном режиме. Собственно, вот которые будут, были, есть и так далее. Ну и последнее, чем хотелось бы с вами поделиться. Это возможность, как быстро слезть со скалы. Можно это сделать вот так. Или, допустим, сделать вот так. Для этого нам надо зайти, встать на обрыв скалы. Зайти в инвентарь, съесть камыш. И тогда персонаж будет непроизвольно делать шаг влево, что позволит нам безболезненно оказаться внизу. Вот, собственно, и все. Такой был мини-интересный гайд лайфхаков. Подписываемся на канал, заходим в дискорд, ставим лайки этому видео. Всем спасибо, всем пока, удачи. Субтитры сделал DimaTorzok